И здесь у нас демонстрация систем защиты гороха. Представлено два варианта. Варианты отличаются протравителями, варианты отличаются гербицидами. Значит, по протравителям. Здесь просто использовался редигаэм, без энциклицидного протравителя. И потом с клубеньковым долгоносиком мы боролись с внесением тетисов. Уже по всходам гороха, по второму листочку, снимали проблему клубенькового долгоносика. И этот вариант обработан уже фунгицидом ФОКС. Он зарегистрирован на горохе и показывает очень хорошие результаты. Что дает обработка фунгицидом на горохе? Горох после цветения меньше поражается заболеваниями. В нашей зоне это в основном ржавчина. И это приводит к тому, что стручки не растрескиваются, бобы не растрескиваются, семена не осыпаются. И даже если у вас по какой-то причине прошли дожди, уборка гороха задержалась, то все равно здоровые растения со здоровыми стручками не будут растрескиваться, не будет осыпания, не будет потерь на уборке. И в качестве гербицидов здесь применен зинкор 0,5 литра на гектар. Зинкор применяется по всходам и очень контролирует практически все двудольные сорняки. Если есть необходимость со злаками, пожалуйста, у нас есть препарат Ачиба, его можно использовать. Но зинкор очень хорошо на разных стадиях контролирует двудольные сорняки. Здесь одноразовое внесение зинкора. Если вы сеете горох по подсолнечнику, есть такие хозяйства, то в таком случае лучше зинкор использовать дробно, ориентироваться на падалицу подсолнечника. Как правило, первое внесение, где-то второй лист гороха, появляются всходы подсолнечника, семя доли, первая пара настоящих листьев сработали один раз 0,25-0,3 литра на гектар. И второй раз где-то по пятому листу гороха, по шестому листу гороха еще раз сработали 0,25-0,3 литра зинкора и добили вторую волну падалицы. Посев у вас будет чистый. Еще один момент по зинкору очень важный. Механизм действия зинкора – это подавление фотосинтеза. Чем интенсивнее идет фотосинтез, тем лучше работает зинкор. Многие делают ошибку, вносят его на ночь. Ночью фотосинтез не идет, и за ночь подсолнечник успевает часть зинкора метаболизировать. И гербицид в таком случае работает хуже. Поэтому если у вас задача основная – побороться с подсолнечником, то зинкор надо вносить в утренние часы. То есть с утра, тогда целый день фотосинтез идет активно, и зинкор отлично работает. Отлично угнетает подсолнечник. Причем любой подсолнечник, классический, клеорфилд-экспресс, нет для него разницы. Но лучше вносить его в утренние часы. И зинкор обладает почвенным действием, поэтому обработав однократно по пол-литра, мы можем в те места, где горох изреженный, где это не получить сходов дудольных сорняков. То есть зинкор очень хорошо работает почвенно. Ну и второй вариант, он отличается протравителями. Здесь мы использовали наряду с реги ГМ инсектицидный протравитель Гаучо Плюс. И здесь уже не было необходимости нам работать потом датисом по всходам для контроля клубенькового долгоносика. Также здесь проведена уже обработка коннектом, обработка фоксом. И планируется еще одна обработка коннектом, контрольная для контроля ороховой зерновки. Много вопросов возникает по тле. Вот задают вопросы. Мы обработали коннектом, тля сидит. Специфика тли какая? Тля очень быстро размножается. Одна самка, тля вы знаете уже вродящая. То есть не надо спариваться им, не надо яйца вынашивать, не надо откладывать их. То есть самка живет, например, 30 дней. Каждый день она по 5 личинок рождает. Вот за 30 дней 5 личинок, 150 штук она способна родить. Если у вас, например, 100 тлей на квадратном метре, вы внесли коннект, 90% эффективность. Ну 100% не будет, понятно. Где-то она там так запрячется, что до нее не достанет. Осталось у вас 10 штук. Вот эти 10 штук каждый день рождают по 5 штук. Через 10 дней посчитайте, сколько у вас там будет тли. Поэтому очень важно подавить тлю в самом начале заселения, когда у вас появляются первые особи, единичные. Первые колонии создаются. Тогда вы зашли, сработали и подавили сразу популяцию. Если вы опоздали, у вас она уже успела развиться там, одной обработкой вы уже не отделаетесь любым продуктом. То есть вам надо работать будет минимум в два раза. Ну и условия должны сложиться для тли. Это жаркая, сухая погода, конечно, она бы очень быстро размножается. А глубинки есть вот так из оптимаза? Ну, сложно сказать, учитывая трещины, которые тут. Там, что на копать. Если удастся вырвать. Нет, на копать. Нет, ветер. Ну, даже тут вот. Нет, нет, нет. Потрывалась корневая система просто. Надо лопату брать. Слой пересохший. А как зенкур по амброзии? По амброзии, значит, опять-таки, семя доли забирает. Первая пара хорошо, очень угнетает, если переросшая амброзия. Она тормозится в развитии. Но она до конца не погибает. Но выше гороха она не выйдет. То есть она останется где-то на уровне гороха. Но, возможно, придется делать десекацию потом. Да.